Ну и напоследок дискуссионная рубрика, касается она вышедшего недавно сериала Оби-Ван Кеноби, у него формат привычный для сериалов, выходящих на Disney+, то есть одна серия раз в неделю, планируется шесть эпизодов, три уже позади, ну и значит, можно делать с чистой совестью предварительные выводы, потому что можно было увидеть. Речь пойдет скорее о технических вопросах, не думаю, что за время выхода оставшихся эпизодов что-то существенно поменяется, ну и первое, что хочется сказать, МакГрегор, Юэн МакГрегор, то лицо, которое мы могли видеть в трейлерах, в промо-материалах, на постерах, он хорош, все тот же Кеноби, играет с душой, видно, что человеку не просто в формате интервью нравится говорить о том, что я хочу вернуться к роли могучего джедая, нет, действительно он все еще стоит выше, он могуч, он великолепен. И голос у него прекрасен. Ну и от прекрасного мы плавно переходим к вещам не столь замечательным, например, это техническое исполнение. Это грим, это графика и это свет, то есть это практические эффекты и это эффект компьютерные. Начнем, наверное, лучше с графики, очевидно, что ее много и что она абсолютно неуместна. Неестественно огромные имперские базы, конкретно база Нур у Инквизитория, где какие-то космические пространства, где ходят малюсенькие человечки, нет никакого эффекта натурального объема, нет ни отражений. Скажем так, если бы не знали, что это сериал, можно было предположить, что это какой-нибудь промо-ролик к игре. Причем не очень дорогой промо-ролик. Разумеется, грим, инквизиторы, грант инквизитор, который вместо того, чтобы обладать вытянутыми скулами, в целом удлиненным черепом и дьявольски горящими глазами, он больше напоминает какого-то запитого алкаша с проблемой пигментации кожи. Пятый брат, да, у них действительно такие специфические номера и имена, поэтому имеем, что имеем. Он вместо существа с впалой челюстью, с впалыми глазами и с обильными шрамами превратился в довольно-таки отъетого товарища, плохо скрывающегося под не очень качественным гримом. Ну и, разумеется, декорации. Мы уже в четвертом лайв-экшн сериале от Дисней смотрим на очередную пустынную планету. Мало того, что в четвертый раз это Татуин, так еще и те планеты, которые не являются Татуином. Это или галимая графика, где все бросается в глаза своей ненатуральностью, отсутствием освещения, отсутствием правильного света. Ну и, или это очередная планета а-ля Холмс с кустиками и незначительными деревьями, которая ничем не отличается от чуть-чуть заросшей пустыни. Ну и поговорим о кульминационном моменте, когда встречаются, внимание, спойлеры, когда встречаются две легенды, легенды причем в мире поп-культуры в целом, это Оби-Ван Кеноби, который по сюжету запуган и пытается спрятаться от своего прошлого, и великий и ужасный лорд, включая темперский марш, Вейдер. Встречаются они, повторюсь, если вдруг еще кто не услышал спойлеры, на какой-то помойке в темноте. Их световые мечи абсолютно никак не сочетаются с тем, что мы видели раньше. То есть представьте себе вытянутую диодную лампу, какой она дает свет. Мечи раньше выглядели именно так. В анимационных сериалах, будь то Rebels или Война Клоунов, недавно дозаконченная, будь то лайв-экшен, как у Клинки, у Асоки Тана из второго сезона Мандалорца. Нет, здесь человек размахивает здоровый, синий, во все стороны источающий цвет диодной лампы, будто он не Клинком с легким эффектом освещения машет, а пытается найти себе путь в кромешной тьме. Ну и Вейдер точно так же, поэтому их дуэль это резкое контрастное сочетание синего, красного в кромешной тьме, что просто, я не знаю, отвратительно для глаз, это невозможно больно смотреть. Причем больно с точки зрения фаната, что все так дешево снято, и с точки зрения техники, потому что очевидно, что светотехнологии работают в правильном контексте несколько иначе. Ну и в целом, когда смотришь, возникает ощущение очень двоякое. С одной стороны, видно, что хватило денег, чтобы вернуть и товарища Кристенсена с его далекой забытой фермы, и Макгрегора, и множество камео. То есть видно, что люди, которые занимались, они вроде как хотели сделать то, что они в итоге сделали. Определенный энтузиазм, персонажи из старых фильмов, некоторые упоминания канонические, допустим, антуражный момент, где уже никому не нужный клон-штурмовик просит милостыню на улице криминального города. Вроде, казалось бы, мелочь, но напоминает о событиях, происходящих на тот момент в далеко-далеко галактическом мире, что приятно. Но в какой-то момент, не покидая чувства, что занимались люди, то ли не наделенные достаточным опытом, то ли сделавшие один раз неудачно и не пожелавшие это исправить. Проблемы с гримом у инквизиторов были заявлены еще за два месяца до релиза на стадии трейлеров. Никто ничего менять не стал. Проблемы клинков были очевидны, причем, я думаю, они были очевидны на стадии постпродакшна, менять тоже никто ничего не стал. В целом, общая скудность декораций и поступков, которые люди делают исключительно для того, чтобы касаться контрастно-злодейскими для целевой аудитории Disney+, это проблема, когда грозная фигура Дарт Вейдер, подобно тени с крупным плащом, который стелется по земле, идет между домов, идет, 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 и за собой, ни с того, ни с сего. Ни повстанца, ни преступника просто тащит по земле за горло несчастного человека. Это выглядит жутко, но это выглядит жутко по-стародиснеевски, когда злодей злой, просто потому что вот он решил всех позапугивать, какой он злый день, чтобы люди вспомнили, за что Дарта Вейдера любит, он умеет делать вот так вот, душить и рукой. Сейчас было бы классно, если так камеры... Вот. И на протяжении всего момента лицезрения этого сериала, ну, нам предстоит еще ровно три серии, еще столько же, половина впереди, возникает ощущение, что они не то что не исправят, но они продолжат двигаться в направлении, подкидывая фанатам те вещи, которые хорошо звучат в Твиттере, запрещенные на данном территории Российской Федерации, или иных социальных сетях, то, что собирает много лайков, много опросов в духе «Вы посмотрите, кто вернулся! А как? Зачем? Стоило ли ему возвращаться вообще на данный момент?» Это, мне кажется, волнует меньшую степень и тех, кто производит сериал, и судя по отзывам, это на данный момент самый просматриваемый сериал Disney+, там он вырвал эту пальму вначале у Локи, который вырвал, в свою очередь, у Ванда Вижна, но и в целом тенденция такая, что смотрят много, а значит, поводов увеличивать качество контента, которое хромало уже на моменте марвеловских сериалов, поэтому Лукас фильм хоть и ходит под Диснеем, но существенно никакой разницы не продемонстрировал в тех же визуальных эффектах и даже в той же хореографии, когда персонажи, акцент, в чем смысл инквизиторов, это люди, которые бегают со световыми шашками и вступают в противостояние с недобитыми джедаями. Когда у вас четыре инквизитора в сериале, главный джедай по маханиям — это Оби-Ван Кеноби, еще и Вейдер в придачу, ты ждешь, что они или все будут меситься в лютом поединке, или они будут меситься по очереди периодически. Но нет. Единственный дуэль в конце третьего эпизода. Все остальное время персонажи ходят с очень злыми, картонно-злыми улыбами, друг на друга тявкают и никак сюжет не двигают. Это, я считаю, печально. Насколько все печально будет в итоге, мы сможем сказать через три недели, когда все это завершится. Возможно, к этой теме мы вернемся. Ну а на данный момент, если вы любите «Звездные войны», то что мне вам говорить, вы уже, скорее всего, это посмотрели, и, скорее всего, вы сойдетесь в мнении со мной. Если вы не очень любите «Звездные войны», но думаете, чем бы забить свой вечер, недавно вышли «Очень странные дела», четвертый сезон, это определенно то, что может сделать ваш вечер чуточку ярче, чуточку интересней. Ну а в данный момент мы покидаем «Татуин» и покидаем тему сериалов.